Демонская волость может стать третьей в Даугавпилском крае, где будет построена станция когенерации. С таким предложением в краевое самоуправление обратились представители фирмы Бистом Откритому Сервис. В прилагаемой аннотации указано, что на станции собираются перерабатывать кукурузу, силос и зеленую массу в электроэнергию и тепло. Правда, среди народных избранников проект вызывает некоторые опасения. Я не знаю сегодня, не посмотрела технические данные, какая площадь минимальная должна быть для этой биостанции, чтобы обеспечить цикл работы. Но это не маленькая. Значит, это пойдет или аренда земли, или скобка земли и интенсивное использование структуры земли для того, чтобы получить два минимума урожая. Кроме того, не исключено, что для повышения урожайности могут использоваться различные удобрения. Не высосим ли мы из земли все соки для того, чтобы интенсивно производить электричество? Подобные станции уже работают в Салинской и Скрудалинской властях, но выработанное тепло не используется. 12 ноября в 13 часов в Демонской власти на улице Бригинес-2 пройдет презентация проекта по возведению станции когенерации, во время которой представители фирмы ответят на все интересующие вопросы. На это мероприятие приглашаются как представители самоуправления, так и жители Волости. Обращаем ваше внимание, что высказать свое мнение по поводу строительства новой станции можно уже сегодня в строительной управе Даугавпилской краевой думы по адресу улица Ригас-2. Общественное обсуждение продлится до 26 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok